Друзья, ну что, мы тепло оделись, выходим на прогулку. Отель реально портал. Посмотрите, почему. Здесь не было, когда мы вчера заходили, вот этих вот. Да, я расскажу. Мы забрались сюда, потом спустились, чтобы к лифтику подойти. И я иду, и такая говорю, пандус, нужен пандус, такой откидной пандус. Уже и здесь есть пандус. Ой, идем в стиль дворик покажем. И появился пандус. Но вчера, когда мы приехали, почти ночью его не было. Ой, как красиво. Боже. Дай-ка отдалю. Боже, как хорошо. Класс. Ой, так это тут нужно кофеёк, видите, попить. Да, шикарно. Ну, напомню, 13 градусов прохладненько. Вот лифтик. В этих номерах это балкончики. Ага. Ой, как всё хорошо. У нас обычный номер без балкона. Ну, классно сделали. Отель называется портал. Это реально портал какой-то. Видишь, это достроенный лифт. Ага, лифт достраивали. Видно, кстати, да? Какие рамы красивые. Смотри, чайка или голубь, вот. Ага. На трубе вот там вот нить. Слева. Сейчас, ой. Привет. Это мы. А я хотела вот это. Вот же, вот он слева вверху. Я за раз впаду. Так, ну всё, идём. И сейчас у нас миссия очень важная. Купить билеты в Пшемышль. Потому что мы оттуда будем выезжать. Из Пшемышля будем выезжать в Киев. А ещё самый прикол в том, что мы когда искали в интернете Пшемышль и Пшемышль, чтобы это оказалось одно и то же. Нам показывали два разных города. В общем, тот ещё класс, как добраться в Киев из Аляйна. Ну, спасибо, что вы с нами. Мы этому очень рады и благодарны лайкам, комментам. И сейчас покажу полностью отель. Вот оттуда мы ехали машиной. Очень тяжело было водителю понять, где мы конкретно. Сейчас, ладно, перейду. Вот мы в старом городе живём. Вот отель Портал Хаус. Реальный портал, прикольный отель. Портал Хаус и адрес Святого Кржижа 10, старое место. Ага, сейчас вам увлечу, наверное. Вот. И вот портал. И, кстати, нужно звонить. Там единичка была. Мы звонили в единичку и нам открыли дверь. Ну, вот такой вот отель. Очень симпатичный, очень классный. Долго мы его выбирали. И сейчас у нас миссия должна быть выполнима. Мы идём на вокзал Краков-Гловный. Мне кажется, налево надо идти. Налево, вот. Ну, давайте немножко пройдёмся. С вами просто посмотрим. Конечно, мы с удовольствием покажем вам старый город Краков. Мы для этого ещё сюда приехали и взяли пару дней лишних, чтобы побыть в городе, снять контентик, посмотреть Краков. Наташа довольная, снимает. Представляете, вот вчера буквально было 46, да? А сегодня уже плюс 13. Неожиданно, что в июле дожди и такая холодная температура в Польше. Поэтому пришлось брать больше одежды. Ну, а что делать? Ну, вот. Такая погода. Ну, дышится классно. Нет песка, который забивается тебе в нос. Ой, красота какая. Красная. Вот. Улица Святого Кржижа. Класс. Так. Смотрите, это просто ещё... Конечно же, раннее утро, 9 утра. Наверное, ничего ещё не открылось, ничего ещё не работают. Наташа идёт, снимает тоже видео. Так, друзья мои, сейчас мы доберёмся до вокзала. Может, покажу вам вокзал чуть-чуть. Отошли немножко и такой зелёный парк. Помню наше видео в Мариинском парке. Видео год назад, когда не было войны ещё этого ужаса. Такой прекрасный зелёный парк. Вообще, аж душа радуется. Посадили 25-го, 9-го, 2000. Ну, молодцы. 21-го. Это же Каштан. Я выбила Каштан. Здесь все парки, где в другом втором месте, я так понимаю. А, это парк, который идёт вокруг старого города. Вот таксишка, которая, в принципе, таксишка. Мы на какой-то ехали дорогой, но всё равно у нас просто выбора не было и таких таксишек не было. Это такси, там написано, аэропорт такси. Конечно, он будет дороже. Да, мы поймали такси, аэропорт такси. Точнее, вышли, их там целая куча стоит, но не было сил, времени торговаться. Где-то, я уже говорила, 109 злот их стоило до отеля. Мы, наверное, полчаса ехали. Минут 25, полчаса, где-то так. Вот, видишь, муру, ну, ограждение. Красиво. Боже, сколько лавочек. Вообще, да, слушай, вообще просто необычно. Мы такие, раз, из пустыни. Хотя, повторюсь, такие Абу-Даби-Элянь зелёные города. Ну, как сказала одна моя знакомая, они не знают, что такое зелёные города. Вот, так что мы в зелёном городе. И пахнет запах какой после пустыни, просто класс. Слушайте, в июле у кого кто знает, вот в наших широтах. Ну, в Киеве сейчас тоже холодно, люди пишут. Но я не помню, чтобы июль в июне... Да, да, это странно. Но в июле всё в жизни уже перековеркалось. Где-то глобальное потепление. В общем, мы идём гуляем по парку, идём до вокзала. Что-то интересное. Увидимся, включимся. Кстати, вон, приятно, украинский флаг я вижу. Да, красота какая. Здорово. Приятно. Дуже приятно. Да. Всё, идём. Не отошли мы от флага. Вот Наташа нашла, говорит, вот эта стена, которая стояла и охраняла Краков. К сожалению, мы специальную историю не изучали. Да, мы не изучали. Думаем, возможно, вам будет скучновато смотреть факты. Просто смотрите наши видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Нам будет приятно. Берите учебники истории и изучайте. Да, кому нужно, смотрите Википедию, интернет и смотрите. Прошли минутку и такая красота. Такой пряничный домик. Ну, видно, что вот Польша сейчас. Такие вот дома-замки. И трамвайчик едет. Наташа запуталась в гугле и ищет Краков-Гловни. Не хочет у людей спрашивать просто. Принципиально не хочет. Где? Сейчас сами найдем. Странный домик. Странный домик. Странный домик. Странный домик. Просто через тунель. Просто, просто, просто. А, туда? Так, через тунель надо выйти. И будет галерия. И праздник сегодня будет странный домик. Да. Ага. Дякую. 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 В общем, это туда, а там найдем. А, в тунель. Он сказал, в тунель. А там, иди, идите там, разберемся. Кто сказал, что польская язык понимала? Я не понимаю. Трамвайчик едет. Красота. Может быть, и парень еще и холодный ему. Такой быстро. Да, парень еще в футболочке был. Молодец. Трамвайчик едет. Красивые дома. Ну, а, кстати, напоминает вот станцию нашу Льва Толстого метро. Что-то напоминает такое родное, близкое. Ну, дай Бог, скорому в Украине. А я наслаждаюсь тем, что это есть вот так вот оно. Ну, я тоже наслаждаюсь, но всегда я смотрю, что что-то вот похоже. А мне напоминает. А что ты сравниваешь постоянно? Так раз, и сердце так, бах, бах, Льва Толстого. Бах, бах, бах. Вот оно. И вход в метро. Ну, похоже, похоже. Киевляне, пишите. Да, что-то есть. Только башня в другую сторону стоит. У меня уже алкоголь нашла. Трамвай, алкоголь. Сейчас покажу. Ну, вот за трамваем написал алкоголь. Короче, поверьте мне просто. Это называется, вышли за одним делом и застряли. А какие это рамы вон, в том доме рамы. А какие цветочки. Это розочки. Это маленькие розочки. Это вообще волшебство. Все, спускаемся в туннель. Наташа вроде поела, а увидела сладости в переходе. И все, затормозила. Все воно их жареные. Шоколад. Все по 7 злотых. Ну, довольно-таки большие булочки. Это как донат, только местные, я так понимаю. Местные донат. Это 6 злотых. Да, это в злотых. Ну, наверное, будем приписывать, сколько это в долларах. Мы сами еще не можем понять, сколько это. Для нас это все еще непонятная сумма. Это да, голодным не останетесь. Кажется, я слышу уже, что как электричка проходит. Или трамвай над нами. Нужно туалет и есть. Вон, туалет и есть. Все есть. В общем, все есть народ. Оп. Чуть не уехала. Ой, бублики турецкие. Турецкие. Ну, да, теперь уже в польский, конечно, мы такие ели в Global Village. 3 злотых. Да, 3 злотых стоят. Опять-таки, непонятно, сколько это пока. Куда? Вот, вышли из туннеля и сразу видим Краков-Гловни. Краков-Гловни – это название вокзала главного железнодорожного в Кракове. Так что нам туда. Но путь был очень красивый. Кстати, молодой человек так объяснял, что я подумала, нам еще идти. Идти далеко. Так, кто-то кашляет. Давайте-ка свалим в сторону. Не хватало еще заболеть при поездке домой. Хмурая, конечно, такая погода. Галерея Краковская. Но надеюсь, что все-таки вы гуляете с нами, наслаждаетесь. А что за дуга такая? Не знаю, как. Интересно. А мне кажется, еще там скейтбордисты могут прыгать. Ну, не на самой дуге, а внизу вот такие вот. Так, очень интересно. Но тут как-то оно закрыто. Не похоже. Ну, да. Что-то не ясно. Значит, такой мужик может рассказывал, как его обойти. А вон там какие-то стрелки налево. Ну, давай. Герои всегда идут налево. Давай покажем все-таки эту площадь, где находится вокзал. Может, людям будет это в помощь. Кстати, отель Полония. Вот он прямо. Мы его тоже смотрели. Но почему-то не выбрали. Но мы выбрали классный отель. Нам пока все очень нравится. Там такие кровати. Ну, кстати, люди вот тоже с этими чемоданчиками. Так что... Ну, да. Караков-Гловни. Но надо попасть именно в здание. Вперед. Влево от вокзала. Вот, по-моему, сюда заходить нужно. Ну, идемте посмотрим. Да. Вот, смотрите. Кажется, мы нашли помощи беженцам. Вот он здесь есть. Здесь украинский флаг. Вот. Пункт Витпочинку. Ага. Вот. Сейчас вам увеличу. Пункт Витпочинку. Пункт Витпочинку. Пункт Витпочинку. Пункт Витпочинку. Ну, идемте посмотрим. Может, там люди просто подскажут. Подскажут, где купить билеты. Это МОЛ, короче. В общем, от шопинга мы недалеко уехали. Вот. Пункт Витпочинку. Ну, да. Как раз там можно и спросить у людей, где нам взять билеты. Вот так. Видите? Все, друзья мои. Волонтеры нам рассказали. Нужно идти прямо и нырнуть в переход. Там направо и будет много касс и много волонтеров, которые тоже помогут и расскажут. Вот. Так что... Ой, какой вокзал. Прям Хогвартс. Платформа 9,75. По четверти. А, сейчас наведу чуть-чуть. Пятый слава с груда, да? Да, вот. Классно. Такая вот необычная. Поезда вон приходят. Угу. Вопрос только, как нам добраться. Еще у нас два больших чемодана. Наверное, на такси. Хотя можно дойти, я не знаю. Мы подумаем, да, Наташа? Да, я вот сейчас не знаю. Ну, как бы с рюкзаками вообще мы шли минут 10, да? Это не проблема. Но проблема, что мы с чемоданами и... Это тяжко-вашко. Посмотрим, короче, как оно будет. Идем сейчас за билетами. Ну, даже прогулка на вокзал, вот, доставляет удовольствие. Еще погода. Ну, не знаю, мы так одели, а люди впереди идут как-то вообще нормально себя чувствуют. Да не нормально, холодно. А я уже бафик одела, все одела, шапочку одела. Ну, плюс 13. Ну, мне холодно чуть вообще. Молодые хлопцы. Молодые хлопцы. Против. Ну, правильно, смотрите. Молодцы могут, знаешь, это сток. Чистят стоки? Да, это вот. Молодцы, правильно. Ога, вот здесь, кстати, табло есть. Да, и вот там вниз. Так, ну, нужно узнать до Пшемышля. И надо взять именно число, которое нам нужно за счет 2 дня. Так что вперед, переход. Посмотрим. Идем по переходу. И вот увидели информативный пункт для беженцев из Украины. Вот там вот, Наташа сказала, здесь кассы нету. Нет, здесь кассы есть, потому что нам рассказали, что нужно идти сюда. И, ну, на крайняк волонтеров можно спросить. И нам помогут. Вот, кстати, галерея Краковская. Это шопинг-молл. Старый место. Это старый город. Ну, и вот вся, вся инфраструктура здесь. Ага, кассы вот туда вот. Нам нужно наверх. То есть нам нужно наверх. Ага, кассы. Спустились вниз. Прямо с третьего пути. Вот пункт харчувания. Я гадаю травы там спитаты. Ну, вон кассы напротив. То есть мы и шли, и шли. И шли, и шли. И тут такие маленькие магазины. Прикольно. Ну, так что идем вперед за билетами. Вот стали в кассу уже. Все цивильненько. Очередь стоит, как в аэропорту. Вот, смотрите. Никто вперед не лезет. Вот просто нужно выбрать. Взяли уже. Уже билеты взяли. Женщина нам все рассказала. На двоих стоит 105 злотых. Багаж все равно. Там будет место, как бы, где его поставить. 65-67. Два места. На двоих 105 злотых. Время. Вот так вот. Время было на час. Но мы там должны были в пять. Пока пройдем. Все, может, поезд опоздаешь. Неизвестно, да. Взяли на 11.58. И мы там в 14.55. А поезд у нас в 6 с чем-то. Нормально, нормально. Лучше быть там. Пройти все проверки. Чтобы все было классно. Ну, вот такая у нас история. Как взять билеты в такой вокзал. Документы не нужны. Да, документы не нужны. Все, вот уже стоит очередь. Мы свою быстро обстояли. Все, народ. Вот. Надеюсь, все будет хорошо. И мы доберемся домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!